Меня зовут Алексей Беляев, я руковожу отделом исследований интернет в аналитическом центре компании Video International. И я соорганизатор, и так уж получилось, ведущий секции. Поскольку одному мне вести трудно, я попросил помочь мне в ведении Андрея Сибранта, который скоро сюда придет, покурив и отбившись. Проходите, рассаживайтесь, пожалуйста. Я напоминаю, что места, стоящие у входа, у нас всегда были платные на наших секциях. Поэтому, если вы не хотите платить, проходите и рассаживайтесь. Хорошо. На самом деле с этой секцией случилась очень странная история. Это маленький такой запев, пока люди входят и рассаживаются. История с этой секцией выглядела примерно так. Мне хотелось бы провести на этой конференции большую ветку на целый день, посвященную мобильному всему-всему-всему. Да, это было бы круто, и может быть когда-нибудь мы так и сделаем, может быть не в рамках этой конференции, а отдельно. Но когда мы сели с организаторами и членами программного комитета, мне вполне обоснованно сказали, что, уважаемый, но ведь мобильная реклама – это уже часть большого маркетингового микса. Потому что мобильная реклама – это уже вполне конкретные деньги, и все говорят, что они станут больше. Давай мы о нем поговорим в рамках рекламной ветки. И я согласился. А потом мне сказали, уважаемые, но ведь разработка для мобильного – это часть большой комплексной программы разработки, потому что хорошие программы, например, 1С Битрикс, они идут на всем-всем-всем, включая мобильный, корпоративный портал. И давай мобильные платформы будут частью разработческой ветки. И я согласился. И я надеюсь, что многие из вас были и на рекламной ветке вчера, и на разработческой ветке опять же вчера. И так получилось, что остался слот размером в 2 часа, и в рамках него пришлось делать название, которое, честно говоря, было очень внутренним, мобильное, все-все-все. Но поскольку я проявил неаккуратность и вовремя не заменил это название, оно попало в основную программу, потом оно попало в печатную программу, потом попало на сайт, потом попало сюда на объявление. Итого, мы сейчас присутствуем на очень странной секции, где мы за 2 часа хотим поговорить в рамках обзора о том, как вообще живет мобильная экосистема. Естественно, здесь я постарался отобрать минимум докладов таких продающих, то есть докладов, которые представляют конкретный сервис. Наверное, мне это не очень удалось. Но, видит бог, я старался. Начинаем мы, достаточно традиционно, начинаем мы с двух докладов, посвященных тому, сколько же нас в мобильном. И если вы следили за программой этой конференции в течение последних двух дней, уже было много докладов, которые так или иначе акцентировались на том, что необходимо понимать, сколько людей в мобильном интернете, потому что десятки процентов, более 10% пользуются мобилками как официальным способом, как первичным способом выхода в интернет. Эту цифру цитируют сейчас многие, по-моему, она даже уже в печать попала, но эта цифра, по-моему, только одна из многих интересных цифр и фактов, которые представит нам в своем докладе Павел Лебедев, сотрудник фонда общественного мнения. Давайте поприветствуем Павла. Спасибо большое. И последнее объявление перед началом его доклада. Люди, стоящие у входа, сядьте, пожалуйста. Просто будут приходить еще. Добрый день. Я представлю по возможности кратко, но тем не менее доклад у меня получился довольно большой, потому что мы провели исследование и анонсировали его в декабре месяце, в декабре 10-го года про мобильный интернет. Но сейчас я покажу подробные результаты, кое-что новое. И начну, пожалуй, с такого вопроса. Поднимите, пожалуйста, руки. У кого из вас есть смартфон с тачскрином? Ух ты, молодцы. Ну, собственно, все здорово. И теперь я вам скажу, что вы уникальны. На самом деле, как бы, вас мало, и вы в тельняшках. Суть по всему, все здесь. Но обо всем по порядку. По результатам этого исследования всего в большой интернет каждый месяц входит 57 миллионов человек. Ядро суточной аудитории 40 миллионов. Большая цифра. При этом какая-то часть из них довольно большая. 22 миллиона. Это мобильная аудитория, которая входит в интернет с мобильного телефона каждый день. Сейчас вот такой вот хитрый слайд. Я хотел здесь изобразить такую схему, почему люди путаются, и как люди воспринимают мобильный интернет, когда они о нем говорят. На самом деле единого понимания нет, потому что на самом деле есть две такие большие оси. Это крупного габаритного устройства, портативные и везде доступные сети, и беспроводные, но локальные. Например, в кафе, дома и так далее. Соответственно, возникают разные вариации, которые люди в ходе наших исследований называли мобильным интернетом. Мобильным интернетом называется даже десктоп с USB модемом, который через мобильную связь дает выход. Понятно, что это странно довольно. То есть у людей и у разных восприятие совершенно разное. В данном случае, в этом исследовании мы акцентировали внимание именно на доступ с мобильного устройства в интернет. То есть вот на правом сегменте, не, на левой, на левой части, то есть мобильник в интернет через мобильного оператора и мобильный в том числе через Wi-Fi дома и так далее. И вот смотрите, что получается. Вот планшет, вот я думаю, вот где-то вот здесь вот. То есть нетбук, на самом деле большая проблема. То есть вот где эта грань, да? И если ты включаешь свисток в USB, то это вот мобильный, не мобильный. Но я не… в общем, не важно. В данном случае мы говорим именно о мобильных устройствах и выходе в интернет с мобильных устройств. Вот смотрите, вопрос сформулирован. Когда вы в последний раз пользовались интернетом с мобильного устройства? 18% или 22 миллиона человек каждый месяц. Плюс еще довольно длинный хвост для данной аудитории, еще 8%. И соответственно мы имеем 22 миллиона, которые выходят в интернет с мобильного устройства каждый месяц приблизительно. Плюс еще около 9, которые такие редкие пользователи. Смотрите, что получается. Вот здесь по возрастам разбита мобильная аудитория и вся аудитория интернета. Видно, что с возрастом очень сильный спад. И для молодежи 12-17 лет почти половина в мобильном интернете. Но интересен опять же вот этот хвост. И мы посмотрим в таких более зрелых, не здесь самые молодежи, но тем не менее среди 18-34 хвост редких пользователей мобильного интернета весьма существенен. Это нужно учитывать и смотреть на эту аудиторию как на первую ближайшую перспективу, которая будет увеличивать интенсивность использования мобильного интернета. При этом мобильный интернет становится хорошей альтернативой для региональных пользователей. И если мы посмотрим на распространение интернета по городам, увидим, что интернет-аудитория стремительно снижается с уменьшением размеров населенного пункта. С проводным домашним широкополосным доступом происходит то же самое. Мобильный интернет, проникновение мобильного интернета приблизительно одинаково. И в селах мобильный интернет выше проводного. То есть в небольших городах и селах мобильный интернет весьма перспективен. Почему я спрашивал про смартфон? Только у 9% людей, у которых есть мобильный интернет, ой, мобильный телефон, а это 86% всех россиян в возрасте 12+. Устройство, смартфон и какое-то более сложное. В данном случае речь идет об основном мобильном устройстве. Есть небольшая группа, порядка 5-6%, у кого несколько мобильных устройств. В данном случае мы говорим про один. А скажите, пожалуйста, а у кого из вас Apple? Какой? Ну, любой. Вот. Молодцы. Смотрите, да, распределение по маркам среди пользователей мобильными телефонами и мобильной интернет-аудитории. Apple 2% от тех, кто пользуется мобильным интернетом. То есть это на самом деле очень узкая, небольшая группа, которая по сути является трендсеттерами. Большинство людей используют для выхода в интернет Nokia, Samsung. Точно так же, как и, собственно, весь парк. Это результаты нашего опроса. 6,5 тысяч человек по всей стране. Что происходит с практиками активности людей в мобильном телефоне? То есть мобильная интернет-аудитория, она более активна в различных сервисах, не связанных, не подразумевающих напрямую, в данном случае кроме ММС, сообщений, выход в интернет. И это очевидно, потому что у них и парк более такой сложный и технологичный. Если мы посмотрим на распределение практик пользования интернетом в целом, и мобильная аудитория, это часть всей большой аудитории, мы увидим, что поиск информации с мобильного телефона, вот здесь вот, и общение в социальных сетях с мобильного телефона, они сопоставимы с такими хорошими практиками, распространенными, как скачивание и приобретение программного обеспечения вообще в большом интернете. И поиск работы 14%, а здесь тоже 14%. Если мы будем сравнивать активности пользования в мобильном интернете и в интернете большом, то мы увидим, что большим интернетом пользуются, конечно, более интенсивно. И здесь важен не только доля, но еще и порядок. Если для большого интернета самые распространенные практики – это поиск информации, а затем новости, то для мобильного интернета первый поиск, второе общение в социальных сетях. 36% всей мобильной аудитории общается в социальных сетях. Что важно, интернет-приложения, то есть интернет-приложениями пользуются 23% тех людей, которые пользуются мобильным интернетом. А карты и маршруты, то есть поскольку мы использовали в данном случае идентичные инструментарии для того, чтобы сравнивать пользователей большим интернетом и мобильным, вот эти практики, интернет-приложения и сервисы, специфичные для мобильного телефона, они выносились в отдельные вопросы, и в данном случае они так добавлены, скажем, вне ранга. При этом, несмотря на вот такое большое внимание и большую активность в использовании интернета, хочу обратить ваше внимание на вот эти цифры о важности, о том, как люди говорят, насколько им важен мобильный интернет. И здесь интересно, что пятая часть пользователей мобильного интернета говорит, что им это, в принципе, все равно. С чем это может быть связано? В том числе и с характеристиками этой мобильной интернет-аудитории. Если мы их сравним между собой, мобильную интернет-аудиторию и месячную интернет-аудиторию всего интернета вообще, мы увидим, что среди мобильных пользователей преобладают мужчины, и более половины это люди до 24 лет. При этом, если мы сравним по другим характеристикам, высшее образование, доход, города крупные 500+, разница не столь существенна. При этом у большой аудитории чуть более явно выражена доля людей с высшим образованием, и чуть больше людей проживает в крупных городах. По стилю жизни важно, что почти половина пользователей мобильного интернета имеет дома проводной широкополосный доступ. Чуть меньше, чем интернет-аудитория в целом. А по активностям стилевым, особенностям потребления, они очень похожи на мобильную аудиторию в целом, за исключением от вождения авто, чуть больше, но в целом очень похожи. Точно так же приблизительно берут кредит в банке, так же ездят за границу и посещают фитнес-центры чуть чаще. В заключении, да, еще вот пара слайдов. Mobile only. Аудитория, это данные другого исследования, региональное исследование по всей стране в 74 субъектах федерации. Аудитория тех людей, у которых есть только мобильный телефон, 34%. И я возвращусь к своей мысли о том, что перспективы мобильного интернета в регионах весьма высоки, показав вам вот такую вот картинку. Смотрите. Потом будет чуть поподробней. Но здесь на карте расположены субъекты федерации российской. По горизонтальной оси доля владеющих только мобильным телефоном. Здесь Москва и Питер в самом верху. А вот здесь месячная интернет-аудитория вся, не только мобильная. И, соответственно, вот я назвал каждый сегмент по-своему. Регион и так хорошо, без мобильного интернета, высокий уровень проникновения. Почему нет уже хорошая аудитория, но есть доля людей, у которых только мобильный интернет. И самое интересное, вот этот сегмент пользователей в регионах, у которых аудитория интернет ниже, но при этом там очень высока доля людей, у которых есть только мобильный интернет, нету стационарного. Соответственно, вот мобильный самое то. При этом этих регионов 37. То есть это больше, чуть меньше, чем половина всех регионов, которые мы анализируем. Паша, сколько народ там живет? Хороший вопрос. Вот, собственно, если чуть поближе посмотреть на наиболее типичные регионы, мы увидим, что здесь, вот в этом сегменте, для которых мобильный интернет может быть перспективен, регионы центральной России, Сибири и, ну скажем, восток российский. То есть, подводя итоги, пользователи мобильного интернета довольно активных, 22 миллиона человек, при этом для большинства этих пользователей это все-таки молодежь, он может, мобильный интернет может стать катализатором роста в регионах, особенно если научить им пользоваться людей старшего возраста. Очарование там новинками и техническими гаджетами пока еще очень узко, потому что большинство людей пользуются обычными телефонами. Но, тем не менее, я отметил здесь пока еще, то есть очевидно, что это будет изменяться в более продвинутой аудитории. И, несмотря на ощутимое число пользователей, он еще все-таки остается вторичным для тех, кто им пользуется по сравнению с большим интернетом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Павел, за доклад. Я здесь сзади, у меня есть один вопрос уже из зала, я вот к нему сразу пришел. Короткий. Короткий вопрос, Кирилл Рожковский в AppStart. Я не очень понял, мне, вернее, про регионы все понятно, мне уже издануло слух слово, мобильный интернет в регионах может иметь перспективу. На самом деле, по нашей статистике, он там не может, он там имеет не перспективу, а статистику последние 5 лет. Я вот прошу объяснить, почему все-таки слово «может» вы используете? Я использую слово «может», потому что все-таки он еще не настолько распространен. То есть пока еще мобильная аудитория, в том числе и в регионах, не настолько велика. Она, безусловно, будет расти. В открытом доступе можно найти? Да, ну то есть эта презентация появится у нас на сайте ФОМА и здесь на сайте конференции. Проносируй новый сайт ФОМА, там теперь ничего не найдешь. Да, это у нас такое сейчас изменение, мы становимся веселыми и модными. Мы становимся медиа. Да, но на сайте РИФа, по крайней мере, все будет точно выложено в ближайшие дни, вообще все доклады. Добрый день, Светлана Берия, Ростов. Скажите, пожалуйста, у вас был слайд о том, что владельцы Эпплов только 2%, остальные Samsung, там еще что-то. На каких платформах Samsung и все остальное? Я не могу это знать, потому что мы об этом не спрашивали. Они сами зачастую не знают, на какой они платформе. Насколько я помню, Миша Гетманов или Рожковский, кто говорил информацию о том, что 2 миллиона Эпплов… А, ты говорил, да? Можешь громко сказать, нет? Понятно. Для тех, кто не услышал, повторяю, сейчас 2 миллиона Эпплов, 1 миллион андроидов. Продавцы говорят, что к концу 11-го будет 3 миллиона андроидов. Сколько Эпплов не говорят. Серые включаются? Извини, да, серые включаются. Добрый день. Александр Белоликов, агентство Diogenes. Скажите, пожалуйста, мобильный интернет начался не сегодня, но по крайней мере пару лет уже есть. И понятны тенденции. Выскажите свое мнение, что будет через 3 года? Какова доля мобильного интернета будет в общем интернете России? Спасибо. Я думаю, что приблизится к половине. Как минимум. 50%. А вот мой любимый вопрос на этой конференции, я всем задаю, никто не знает. А какие ты видишь угрозы мобильному распространению мобильного интернета? Надо подумать. Понял. Хорошо. Тарифы нет? Роман Иванов, Яндекс. У меня даже не вопрос, скорее, а маленькая добавка. Вот те маргиналы с айфонами, которых 2% всего… 2% от аудитории пользователей мобильного интернета. Значит, на самом деле в дневной аудитории на сайтах, как можно увидеть по интернету, который вчера открыл возможность смотреть, значит, мобильные операционные системы тоже, составляют 6%. То есть они в 3 раза чаще пользуются сайтами. Я думаю, что это связано просто с активной аудиторией. Почему большими? Или в интернет считают не только большие сайты, или в интернет считают всякие сайты? Мне кажется, что это связано прежде всего с тем, что это более активная аудитория, и наверняка это, скажем, скос в более активную аудиторию. Кукуцу, там есть еще проблемы, если я правильно помню, там с подсчетом Safari какая-то непонятка была. Уже починили, да? Там просто говорилось, что треть там что-то, оно либо не ловит, либо пересчитывает. Ну, надо считать технически. Хорошо, у меня другой вопрос. Паш, вы говорили слово интернет-приложения. Речь идет о любых приложениях или о приложениях, которые пользуются интернетом. Вот просто вот сидит представитель компании Эбби… Это приложение для пользования… Нет, это интернет-приложение. Приложение для пользования интернетом. Для пользования интернетом. То есть, предположим, бизнес-кард-ридер от Эбби не войдет в их число. Хотя вот человек им пользуется, скачал с интернета, откуда ему иначе взяться в его айфоне. Ну, в данном случае, опять же… В его андроиде. То есть, если человек понимает, что это приложение для выхода в интернет… Нет, не для выхода, это приложение для продуктивности работы на телефоне. Не спрашиваю. В данном случае это про интернет. Еще вопрос. А нет данных по объему вообще российских приложений, хотя бы совокупно? Нет. Еще вопросы? Евгения Тушина, IPS-парец, разработка мобильных приложений. Вот такой вопрос. Если взять срез по России, то большая часть все-таки это ВАП, и это ВАП-порталы, и развлекательные ресурсы, вот насколько можно ВАП оценивать как полноценный мобильный интернет? Все-таки это некая другая. Я думаю, что для пользователей это некое единое поле. Понимаете? То есть это для разработчиков разные схемы, а для людей, опять же, с учетом того, что они используют, то есть у них большей частью аудитории обычные мобильные телефоны. Леша, здесь комментарий по-моему. Давайте короткий комментарий и закончим, потому что я тайминг опять боюсь. По поводу ВАПа. Есть путаница. На самом деле имеется в виду, ВАП-сайт уже 5 лет цветные, поддерживает HTML, пишется на HTML, поэтому в принципе они ничем не отличаются от обычных сайтов. Просто проблема в том, что телефоны, которыми пользуется большинство пользователей, к сожалению, там не было раздела, это простые телефоны за 150-200 долларов, они просто не могут переводить хороший и тяжелый HTML, поэтому сайты нужно упрощать. Но в принципе ВАП это только обозначение, что это сайт мобильный, а так в принципе он технически, это обычный HTML 4 с определенными ограничениями по разметке. Давайте не будем спорить технологически, там может быть по-всякому. Давайте поблагодарим Павла. Да, все, спасибо большое. Давайте поблагодарим Павла за интересный доклад. Прежде чем объявить следующего докладчика, люди стоящие при входе, пожалуйста, пройдите, в зале много свободных мест, честно. Проходите, проходите. Люди, рядом с которыми есть свободные места, поднимите руки. Смотрите, сколько свободных мест в зале. Вот прям к рукам идите и садитесь. А я тем временем хочу представить следующего докладчика, и это Владимир Исаев, компания Opera Software, и это будет второй из наших докладов про аудиторию, но это взгляд на аудиторию со стороны исследователя, а взгляд из-за экрана, то есть со стороны мобильного оператора, если угодно, там оператора мобильного приложения, каковым является Opera Software. Прежде чем Владимир начнет… Ой, да, это другой доклад. Так, у нас есть еще один докладчик, который не вошел. Андрей Василевский, я не вижу вас. А, ты понял, ты там посидишь. Хорошо. Может, ты придешь к нам на сцену? А, хорошо, договорились. Так, доклад Opera Software. Сейчас мы его найдем, простите, пожалуйста. Какой? Вот этот. О, отлично. Отлично. Владимир, прошу. Да, я буду традиционно быстро. Меня за это Леша любит и приглашает все время. Ну, окей, у меня будет немножко данных, и я немножко расскажу про то, как мобильный оператор разрабатываю сейчас в мобильном интернете. А где переключалка какая-нибудь? Полшебную палочку верните. Я пытался найти статистику какую-то более-менее по поводу того, сколько в принципе пользователей мобильного интернета. Конечно, не такую подробную, как мой коллега из фонд. Спасибо вам большое за доклад. Я теперь знаю лично гораздо больше. Но я просто собрал как бы статистику трех источников, которые базируются на разных показателях. То есть ТНС, РАЭК и опера говорят разные цифры на разную аудиторию. Я думаю, что примерно где-то посередине находится правда. Чтобы кратко рассказать, почему опера здесь стоит и рассказывает про мобильный интернет всей России, кратко о том, как работает браузер мобильный. Я говорю только про мобильные телефоны, понимая мобильный интернет. Не говорю про ноутбуки, USB и все остальное. Это только телефоны. Все данные, которые пользователь запрашивает из интернета со своего мобильного телефона, со своей операми, проходят через промежуточный сервер, где мы видим всю нагрузку. То есть куда пользователи идут, что они смотрят, сколько страниц и так далее. Все эти данные открыты, и мы их каждый месяц публикуем на сайте. Называется у нас такой Stale of Mobile Web Report. И второй момент, почему я здесь, потому что в России пока нет хорошего, мощного счетчика, к сожалению, который считает мобильный интернет, типа live интернета. Нет пока. Есть счетчик американский, называется StatCounter. Ему можно с той или иной долей вероятности доверять или не доверять, но по этому счетчику у оперы порядка 80% российского мобильного интернета с точки зрения браузера. Опять же, это совершенно такая отдельная аудитория. Мы не претендуем на то, чтобы весь интернет под эту гребенку подводить, но тем не менее это достаточно показательные цифры. Есть небольшая разница в том, зачем люди ходят в интернет, опять же, с точки зрения оперы. Она немножко отличается от той статистики, которую показывал Фом. По нашим оценкам, почти 60% делают это ради социальных сетей. Ну и, собственно, остальное все на экране. Что мы видим сейчас, это то, что социальные сети являются основным драйвером мобильного веба. Хорошо ли это плохо? Ну, наверное, хорошо. Так, что-то не переключается. А, вот. Вот, собственно, посещаемость ресурсов. Мы, к сожалению, не говорим конкретные цифры, абсолютные. Мы можем показать тренды. Вот как примерно поменялась посещаемость топ-7 ресурсов с прошлогоднего рифа. То есть сильно активно растет ВКонтакте, активно растет Яндекс, Гугл, ну, все остальные более-менее стабильно. То есть в той или иной степени это все сайты социальной составляющей. Потому что, ну, Яндекс считается все, и мой мир, и, ой, извините, и мой круг, и как бы все остальное. Ой. Так. Вот как выглядят социальные сети, на которые ходят пользователи опермини, если исключить ВКонтакте. Объясню, почему исключили. Потому что там очень большой отрыв, и просто искаженная статистика была немножко. Нас, в принципе, ну, то есть он номер один ВКонтакте, да, то есть это там, и с очень большим отрывом. Но что, как бы, еще под ним есть? Под ним есть одноклассники, которые растут сильно. Под ним есть мой мир, Facebook и все остальное более-менее стабильно. Ну, тут, в общем, иностранные социальные сети у нас традиционно не пользуются такой популярностью, как российские, что, в общем, наверное, предмет для гордости в какой-то степени. Опять же, возвращаясь к мобильным телефонам, да что ж такое. Возвращаясь к мобильным телефонам, я, в общем, сам поднял руку, когда Павел спросил по поводу смартфонов, в общем, у кого есть 90%, я все понимаю, но, как говорится, давайте не будем забывать о народе. Реальность такова, что подавляющее большинство телефонов ныне на руках у пользователей это обычные Java-телефоны, причем там 3-4 летней давности. Это если за пределы Московской области отъехать. То есть, да, есть мощные смартфоны, да, в какой-то степени эта статистика может служить отражением присутствия пирамиды на разных платформах, да, но, опять же, по нашим оценкам, самый популярный телефон сейчас на руках это Nokia 6300. Какого года производства? По-моему. Очень давно. Да, то есть, и это реальность, да. Да, это по опере мини только. Нет, ну там есть опера для них. Там-то все и дело. Нет, я сказал, что это в какой-то степени является отражением, собственно, того, как опера представлена. Этот слайд я пролистаю. Тут, в общем… Ой. Где деньги? Да. Вот это вот интересный слайд. Где деньги? Как мобильные операторы зарабатывают? У нас, когда мы пришли в Россию и начали бизнес здесь, пытаться, в общем, монетизировать оперумение, пользователи оперумения, столкнулись с очень интересной ситуацией, которая характерна только для России и СНГ. Операторы от нас скрывались, вот натурально скрывались и не хотели встречаться, потому что они говорили, мы боялись, что вы сейчас придете и начните просить деньги за каждого пользователя оперумения в нашей сети, ну потому что там мы приводим им трафик, мы приводим им пользователей, вас нам дополнительно и так далее. В других странах такой проблемы не было, потому что там не так распространена оперумения, там в той же Америке или в Германии. То есть они приходили, заключали контракт, да, они платили как бы фи, некое отчисление. Сейчас только спряталось. Ну не вся, но многие. Они спрятались, да. И мы начали думать, а как, собственно, сделать так, чтобы мы им были интересны, несмотря на то, что у них в сетях уже есть пользователи. Придумали несколько таких вот схем монетизации, о которых я сейчас быстренько порассказываю. То есть тарифы – это наиболее интересный сейчас, поскольку операторы получили возможность давать безлимитный вебсерфинг, если их абонент в сети ходит в интернет через оперумение. Опять же за счет компрессии им это выгодно, потому что им не нужно вкладывать огромные деньги в инфраструктуру. Пользователям это выгодно, потому что они получают там быстрый интернет более-менее, даже на там Эдже. Нам это выгодно, потому что мы получаем отчисления от мобильных операторов определенные. Слушай, ну вот это 3 из 3 сейчас, сколько сейчас по такому принципу живут? Ты имеешь в виду операторов? Там дальше будет, извини. То есть при этом как бы мы четко говорим, что это только просмотр веб-страниц. Все остальное, что за пределами лимита, это там торренты, загрузка файлов, видео, это все тарифицируется по обычным ценам. И это тоже выгодно операторам. Ну вот, собственно, эти исключения. Пример номер один. Мегафон. Первый он запустился в сентябре 2009. У них тариф в Супер Мини работает до сих пор. Ну сначала они запустились в Москве, а сейчас по всей России. Цена 3-7 рублей в день. В общем, 210 рублей, условно говоря, в месяц за, в общем, безлимит. Подожди, а 3 это когда? Ты говоришь 3-7. Это в зависимости от региона. А, от региона. У них там разная тарифная политика. Второй пример МТС Украина. Тоже, в общем, в прошлом году запустились. Такой же тариф и такая же схема. То есть разделение дохода. Оператору очень выгодно размещать вот в этих закладках, которые 9 штук, свои ресурсы, потому что они таким образом удерживают пользователей у себя на порталах, где могут продать им дополнительные сервисы. То есть они их не отпускают куда-то внешнему контент-провайдеру, они, в общем, сами их удерживают. Кастомизация экспресс-панели в разной степени может проводиться. То есть в зависимости от того, какая версия, мы в основном используем брендированную версию, где мы контролируем 50% вот этого, этих окошек. То есть на самом деле обычно 3 ставят оператор, 3 мы. И 3 остается пустыми для пользователя. 3 мы, которые ставим мы, это в основном наиболее популярные ресурсы Рунета, которые мы считаем привлекают пользователей. Ну там, допустим, ВКонтакте, Яндекс и кто-то еще. Они меняются периодически, но тем не менее. Изменить можно, да, изменить можно. Пользователь как бы сам ставит. Сколько меняют, знаешь? Очень мало. 10%? Очень мало. Понятно. То есть 90% остаются как есть? Я думаю, поэтому ВКонтакте есть самый популярный. Понятно. Так, пример МТС России вот в плане брендирования. У них нет такого тарифа, как у Мегафона безлимитного, но у них есть брендированный браузер для них. И они ставят туда контент, они приводят через оперу мини дополнительных посетителей на свой омлет.ру, и там ему продают контент. Причем биллинг интегрирован, то есть это можно сделать сразу прямо из окна браузера. Пример Теле 2, ну, на моей памяти уникальный, потому что они внедрили сразу оба, обе схемы, и тариф, и брендирование в августе 10-го. Ну и, собственно, вот с помощью такой как бы схемы, где мы ничего не требуем, а просто делимся друг с другом доходом, мы окучили 4, на самом деле 5 операторов из десятки, то есть еще плюс НТК, это дальневосточный. Ну, получается, там за год даже меньше. Это просто такой список, чего у нас сейчас есть. Резонный вопрос был бы, наверное, из зала, и он, наверное, будет. А почему вы считаете, что вы выгодны операторам, если вы сжимаете трафик на 90% и через серверы, через промежуточные, и таким образом, собственно, отбираете у них доход? Мы специально для ответов на такие вопросы провели такой кейс в Пакистане с Теленором. Внедрили оперумение и просто посмотрели, насколько как бы трафик ползет. Вот по результатам после внедрения оперумения трафик в среднем вырос на 57%, арпу на 50%. Почему так произошло? Потому что поскольку браузер работает даже на очень слабых телефонах, он приводит в интернет тех людей, которые никогда бы в него не вышли, не имея там, не знаю, айфона или андроида. Плюс с тарифами по мегабайтной оплаты им выгоднее, по мегабайтной оплаты интернета выгоднее как бы компрессировать трафик даже в ущерб, может быть, качеству отображения страниц, потому что, ну, бывает там огромное количество ситуаций, когда вот нам надо… Вопросы не нужно. А, да? Хорошо. Да. Что касается бизнес-моделей будущего, мы примерно тоже собираемся сделать с настольным браузером, там тоже есть технология сжатия, и мы хотим сделать ее, принести вот на донглы. Примеры вот уже вот-вот будут. И мобильная реклама – это скорее то, что вот… То, что дело последних… Ближайших трех лет мы купили в прошлом году компанию AdMarvel, которая занимается управлением рекламой на мобильных телефонах. Сейчас очень активно внедряем свою платформу. Скоро будем представлять. Ну, это, собственно, все. Спасибо. Спасибо за вопросы. Так, на самом деле у меня сразу вопрос очень короткий. Вот понятно, что из пятеро, из большой тройки, ну, часть из них там есть в зале, часть нету. С ними понятно, в чем их бизнес ты показал. А в чем бизнес оставшихся? Вот сколько здесь сидит людей в зале? Как им заработать немножко денежки от сотрудничества с оперой? Ну, есть разные варианты. Я, честно говоря, конкретно сейчас не хотел бы на эту тему говорить. Окей, хорошо, но ты готов в комнате докладчиков, потом… Да, да, да. Туда. Ну, нет, про интерес к другим компаниям. От какого количества клиентов, скажем так, или пользователей компаний было бы интересно вовлекаться в какие-то… Ну, тоже интересный вопрос. На самом деле, когда начинали, собственно, коммерческую деятельность в России, когда пришли в Россию, было очень много запросов от контент-провайдеров, которые не относятся, допустим, к операторам. Но вот оператор – это труба, да, по сути, сейчас. И они как бы могут… Они в любом случае стоят вот у входа в трубу, да, и контролируют весь трафик, который идет там на контент-ресурсы или на не-контент-ресурсы. Банально у нас просто не было времени охватить других контент-провайдеров. Но я там, может быть, сейчас какой-то секрет маленький открою. То, над чем мы сейчас работаем, в том числе с помощью AdMarvel, это вот, чтобы сделать эту экспресс-панель одну ячейку динамичной. Больше пока говорить ничего не буду, но это может быть. И это будет… Следующий вопрос. Владимир, приветствую. Третьяков Георгий. Вопрос следующий. У большинства провайдеров сотовых есть так называемые некоторые домены, где стоимость тарификации значительно, чуть ли не в разы увеличена. Вы какими-то фильтрами пользуетесь, чтобы если пользователи со смартфона через оперу, заходя на эти сайты, они не тарифицировались по данным тарифам? Вы имеете в виду там Zero в Facebook, Zero в ВКонтакте? Нет, наоборот. Это другой кейс. У них есть, предположим, там, условно говоря, самые дорогие рингтоны в мире точкой yo-provider.com, за которые они билят много. Нет, мы технически их не ограничиваем, поскольку в данном случае мы считаем, что мяч находится на стороне оператора. То есть они должны… Вы хотите поставить галочку? Где? У вас. Что? Нет, подождите. Opera Mini, она вся ходит через их сервера. Я не очень понимаю. Я понимаю. Вот смотрите, я, допустим, хочу, пользуясь Opera, поставить галочку, чтобы если случайно… Вот, допустим, есть какой-нибудь хороший сайт, при этом туда пришли знакомые и сказали, а давай мы вот этот баннер, будем сосать трафик за этот баннер, через платный ресурс. То есть вы, когда заходите на нормальный сайт, там есть небольшая область, где берет трафик с платного ресурса. При этом, когда вы заходите, вы видите, что, типа, идет предупреждение, что трафик будет дорогой, вы… А предупреждение кто обеспечивает? Мобильный оператор? Да. Ну тогда это на его стороне мяч. Я поэтому и говорю, что мы считаем, что мы как бы не должны там лезть в его бизнес. То есть все дисклеймеры о том, что входит в понятие безлимитного трафика, а что нет, они есть на сайдах операторов. Все. Спасибо. Вопросов больше, я так понимаю, нет. Владимир, спасибо огромное. Давайте поблагодарим его. Спасибо. Так, и сейчас у нас с разговором про мобильную рекламу. Про будущее даже, я бы так сказал. На котором можно заработать. Про цифры мы поговорили, теперь все-таки узнаем, когда будут немножко денег и поговорим про мобильную рекламу. Нордик, та, которая презентация называется «Открыть». Да, надо открыть презентацию, которая называется «Нордик», потому что выступает Леонид Бугаев, креативный директор компании «Нордик Эдженси». Леонид, у вас 15 минут, потому что я так понимаю, что будут ответы. У меня, да, очень хочется сразу интерактивные выяснить. Кто был вчера на нашей партизанской секции в библиотеке в главном корпусе? Вот поднимите руки просто. Вот четыре человека, которые подняли руки. Ребята, считайте, вам повезло, потому что вы услышали большую часть презентации, которую я сегодня не могу рассказать. Всем остальным искренне советую зайти ко мне на Facebook, я покажу контакты и посмотреть, потому что там объясняется часть, которая как бы чуть-чуть больше, чем про сегодня, потому что сегодня у меня есть 15 минут. Мы занимаемся достаточно традиционным диджиталом, то, что называется это последние 10 лет разработка сайтов, маркетинг и в течение последнего времени мы очень активно идем в разработку мобильных приложений. Здесь мы ищем единомышленников. Я со своей стороны просто рассказываю некоторые мысли. Если они найдут отклик у вас, буду очень рад пообщаться уже после своей презентации. Мы работаем для крупных клиентов и перед тем, как мы в принципе начинаем любое телодвижение по выходу на какие-то новые рынки, мы делаем очень много исследований. Частично эти исследования, собственно, сейчас хочу вам рассказать. Сначала вопрос, вот в зале кого больше, интересно поговорить про железо или про программную часть? Если про программную часть, поднимите руку и вы угадали на самом деле, потому что ровно вчера такой же тест мы проводили на конференции, на сессии партизанского маркетинга, там было приблизительно такое же соотношение рук. Вчера мы говорили в том числе про железо, вот та самая ссылка, которая в принципе вам расскажет очень многое про то, куда будет двигаться мобильное устройство. Это не только телефоны, но и любые устройства, которые вы носите с собой. Если вкратце, то в этой презентации описывается пять ключевых барьеров, которые есть при работе с этими устройствами, я пропущу сейчас эту часть и коснусь только первое, рост сети, который сейчас уже практически переводит к тому, что все ваши друзья так или иначе находятся в онлайне постоянно с некой долей поправки. И в ближайшие три года мы ожидаем того, что скорость интернета, которая есть у вас, образно говоря, в кармане в телефоне, будет достаточно для того, чтобы смотреть потоковое видео высокого качества. Может быть чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, это зависит уже от того, насколько быстро Yota или кто-то другой поставит сеть LTE в России. Я сегодня хочу чуть-чуть поговорить про все-таки те направления идей, которые в принципе видны и совершенно очевидно невооруженным взглядом. Может быть я буду сегодня капитаном очевидностью, если это будет так, ну скажите, пропусти это, пойдем дальше. Персонализация поиска. Google это достаточно очевидная модель, которая существует еще со времен альтависты и других конкурентов на рынке поиска. Вы вбиваете какую-то строчку, вы хотите найти информацию, поисковик по своим индексам выдает вам релевантный, по его мнению, результат. Следующая модель, которая будет существовать, я сейчас буду какие-то слайды пропускать, потом буду к ним возвращаться, это сервис рекомендаций, который сначала дотошно вас начинает спрашивать. Есть сайт, который собственно очень сильно идет в эту сторону, называется hunch.com. Он спрашивает вас, вегетарианец ли вы, кто у вас в друзьях, Pepsi или Cola, демократы, конгрессмены, потому что это в принципе стартап в Калифорнии, поэтому в первую очередь, конечно же, он интересуется такими очевидными вещами. Какую машину? Для меня это был сложный вопрос на самом деле, потому что точно так же, не зная, не было ответа, пропустить. Вариант есть такой, к счастью. По социальной сети он находит всех ваших друзей, зарегистрированных на сайте. Говорит им, что теперь вы можете в принципе спрашивать совет у вашего друга. И в какой-то момент оказывается, что он очень с высокой степенью релевантности может подбросить вам, например, совет, какую машину вам бы хотелось иметь в данный момент. И одна единственная в текущий момент проблема этого сайта в том, что он не знает, есть эта машина у меня в данный конкретный момент или нет. Вот в этом он промахивается. И для того, чтобы нормально этой модели поиска и агрегации информации заработать, ему не хватает всего чуть-чуть на самом-то деле. Ему не хватает большего количества информации, которую каждый из вас так или иначе ходит и записывает уже сейчас в ваше мобильное устройство. Будь то геолокация, где вы сейчас находитесь, будь то предыдущая история покупок, что вы покупали в онлайне или в оффлайне. И контакты с другими людьми, что важно. Потому что знать, например, что я активный пользователь сайта lr-club.ru, понятно становится очень многое, например, по этой информации. И дальше идет простая арифметика, выяснение, что мне нужно в следующий момент апгрейд, запчасти, какие-то другие вещи. Хотел спросить, насколько глубоко вы знаете последнюю информацию, за последние два дня появилась на wire.com. Информация о том, что в айфоне есть технический файл, который хранит данные по точкам геолокации за последние лет 10 у каждого из нас. 10 лет в айфоне? Да, да. 10 лет в айфоне? Нет, я имею в виду, что достаточно вмесимости в базу. За все время существования в айфоне, все верно. Кто об этом знает? Ого. В айфоне тоже. Это там четвертая прошивка. Да, начиная с четвертой прошивки, соответственно, там пока короткое время среза. Ребята, там не так. Он при апгрейде на четвертую вытаскивает то, что было в третьей. Ух ты. Соответственно, это, с одной стороны, отличная новость с точки зрения разработки, потому что есть куча данных, которых вы даже себе не представляли, что вы их с собой носите. С другой стороны, это такая опасность, которую мы вчера точно так же обсуждали и думали, ой-ой-ой, надо бросать все, избавляться от смартфонов и ходить босиком по траве, пользоваться совершенно традиционными бумажными средствами и бояться всего того, что мы называем блага цивилизации. Не буду сейчас обсуждать морально-этические части этой проблематики. Понимайте, пожалуйста, что данные уже есть, в том числе, я думаю, что есть они у Яндекса, в том числе они есть у Гугла. Дальше нужно заниматься вопросом, насколько вы готовы либо не готовы персонализировать эти данные, но в принципе это можно сделать и без вас. Так или иначе, есть механизмы, опять же. По поводу доступности информации в ближайшие годы. Нужно понимать, что человеческая информация, которая существует, она делится на три части. То, что мы называем бумагой, это текстовые знания, которые были так или иначе сохранены, начиная с того момента, когда у человечества появилась письменность. Это огромный массив информации, он хорошо упаковывается с точки зрения архивов, доступен, искабелен, Google позволяет сейчас это делать. С этим, в принципе, поисковики справляются. Вторая проблема – это голос. Имеется в виду любая доступная информация, которая на уровне радио. И третья информация – это видео. То, что мы называем видеоконтент, DVD, записи Голливуда, все, что угодно. Опять же, индексировать и позволить вам искать эту информацию сейчас на уровне разработки и индексации текущих систем не представляется большой и сложной проблемой. Там немножко другие сейчас существуют истории. Но это все приводит нас к тому, что появляются изменения в медиапотреблении. Если раньше был совершенно традиционный журнал, сейчас этот журнал вышел в iPad, предположим. Выглядит он при этом совершенно четко, точно так же, как и журнал, который вы все знаете. И это для вас понятный формат. Новость в том, что у этого журнала нет ограничений по количеству страниц. У этого журнала нет ограничений по скорости публикации. Ему не нужно быть ежемесячным журналом. Об этом уже все, кто кому не лень, сказали лет пять назад. И вот та модель, которую сейчас все пытаются использовать и монетизировать, скажем так, свою журнальную модель, она очень скоро умрет. Почему? Потому что это всего лишь сейчас издателям упрощает конвертацию PDF-файла в версию журнала в электронном формате. Дальше будет все происходить по определенному сценарию. Будет либо меняться рекламная модель, потому что нет ограничений на количество полос, на количество страниц. Можно сколь угодно расширять в принципе количество рекламного сообщения. Либо весточка последнего мая, по-моему, вот как раз сейчас, даже до мая мы еще не доросли, не дошли вернее, но майский номер журнала Wired выкуплен полностью у компании Adobe, и он бесплатно распространяется в качестве подарка от компании Adobe. Вы можете совершенно спокойно его скачать в виде приложения и ознакомиться с журналом. То есть практически они выкупают весь тираж, потом считают, не знаю, как они выстраивают взаимоотношения соответственно между двумя сторонами, это издатель и компания-спонсор, но это новый формат взаимодействия друг с другом. Ну слушай, он уже по-моему был, я прошу прощения, что перебиваю. Нет, нет, не в смысле с Wired, но точно так же, если я не ошибаюсь, Financial Times достаточно долго спонсировался одним из игроков. В России, например, точно так же, например, проблему дистрибьюции решала Земфира с коммерсантом, или с кем она, ну как бы выпускала компакт-диск, просто тогда это был физический носитель, который нужно было вложить в журнал и дать возможность потребителю его купить, и таким образом решалась ровно та же проблема дистрибьюции контента. Еще одна тенденция – это упрощение интерфейсов. Все мы знаем, за что мы любим iPhone, например, за то, что с ним вроде как легко и удобно. Да, есть совершенно четко такие же, в принципе, предпочтения к другой стороне, к андроиду, но я говорю, что в этой борьбе будет выигрывать тот интерфейс, который максимально жестко будет приучать вас к удобству. Появится какая-то новая удобная штука, она будет выигрывать в первую очередь не за счет железа и за счет скорости воспроизведения HTML5 в броузере. Вы будете пользоваться этим аппаратом только потому, что с ним удобно конкретно вам. И чем больше людей будут говорить, это удобно, это мне нравится, тем больше, соответственно, шансов у этого устройства победить. К чему это все нас приводит? К возможности, опять же, заработать на уровне того, что вы можете смотреть на все эти тренды, точно так же, как это делаем мы у себя в компании, и анализировать ближайшие 2-3 года, потому что это все возможности, на которых можно заработать. Вопросы, если есть. Спасибо. Я думаю, что ты так посмотрел-то спокойно. А ты знал, что это последний слайд. Спасибо огромное за интересную презентацию. Мне правда было интересно, я думаю, что сидящим в зале тоже. Очень короткий комментарий, Леонид. Он мне говорил, комментарий это правильный комментарий. Потому что мне кажется, что вы там чуть-чуть не совсем точно проинтерпретировали то, что произошло с Wired. Я вот как человек, который, как многие повелись, когда появилось приложение для чтения Wired на iPad. Я знаю, что надо скачать, украсть у вас телефон из кармана, чтобы пользоваться этими данными. Там интереснее. Я его поставил, первый номер Wired был бесплатный в рамках самого Wired. Я его, естественно, скачал, поставил, почитал. За следующий месяц я заплатил, за следующий тоже. А потом мне надоело. И по разным американским данным я был сильно не одинок, а скорее типичен. Количество покупок каждого последующего номера падало, падало и падало. И очень быстро стремилось к нулю. И тут-то я еще, вот для меня вопрос, кто кому там платить должен был. Все верно. Вдруг у меня приложение, про которое я забыл, выкидывает мне на весь экран анонс. А следующий номер уже завтра ты можешь скачать бесплатно. Тот самый майский, я его скачал. То есть это на самом деле, знаешь, есть слово retention. Возвращение этих самых отвалившихся уже клиентов. График очень похож. Все, в принципе, я думаю, что Егор, может быть, расскажет свой опыт при разработке приложения. Но то, что я знаю, например, что очевидный сразу пик использования мобильных приложений, и после этого резкое падение, потому что люди больше никогда не возвращаются к этому. Да, потому что в восторге, когда на iPad все стали делать свои клиенты для чтения электронной версии своего журнала, очень быстро стекли буквально за квартал. Это так. И учитывайте, пожалуйста, вот такую динамику, когда вы выбрасываете приложение в восторг. Не, ну вот, кстати, у нас же есть возможность просто спросить одного из ведущих разработчиков, который, к сожалению, по моей вине не оказался за столом. Ну, сколько у вас примерно средний срок жизни приложения? Да, ну, ваших приложений. Наши приложения живут долго, на самом деле, и уже там… И счастливо, да. Леша, а можно представиться? Евгения Тушина, IPS Pirates, разработка мобильных приложений. Если взять приложение Коммерсант, оно живет уже более двух лет, постоянно обновляется. Конечно, мы все получаем отзывы, позитивные, негативные. Не-е-е, смотри, это разная история. Оно живет, оно у меня тоже живет, и даже автоматом обновляется из App Store, я покупать в нем перестал. А в Коммерсанте всегда был контент бесплатный. Мы за бесплатное приложение, мы монетизируем через рекламу. Это другая история. Это другая история. Angry Birds тоже оживает с каждым выпуском новой серии. Просто это нужно поддерживать с точки зрения интереса и выпускать какие-то новые-новые штуки, как это делает CNN.com, например, в своем случае с приложением. Уж уведомления. Если говорить о диджитал-изданиях, о диджитал-журналах, то это совсем другая история, нежели новостные приложения. Потому что вы сказали, что это конечное, бесконечное можно создавать контент. На самом деле он конечен, потому что он задействует большое количество ресурсов, именно верстальщиков, дизайнеров и так далее. И каждый номер, соответственно, должен окупаться теми вложениями. А если вы говорите, что динамика стремится к нулю, соответственно, эти вложения как-то надо окупать. Поэтому, возможно, какая-то модель другая. И в России вряд ли модель покупки контента в мобильных приложениях она выживает. На самом деле, можно я добавлю? На самом деле, с приходом HTML5 просто онлайн-ресурсы журналов превратятся в мобильные, и все. Это как раз и будет тот выход, который позволит не тратить дополнительные ресурсы. И приложение коммерсанта умрет. Нет, почему? Просто сайт коммерсанта превратится одновременно в мобильное приложение. Оно не превратилось, оно живет. Оно бесплатно живет, поэтому живет. Нет, ребята, это мы в другую секцию шли. Вот он меня все время из этой секции гонит, я понял. Это вечно нет, просто понимаешь, у нас здесь мало представителей СМИ, а я бы сейчас хотел, так сказать, возмущенный комментарий Саксона. О, да. Все хотят возмущенный комментарий Саксона, он не дает. Вопросы из зала, к докладчику. Вопрос. Здравствуйте, Михаил Яковлев, меня зовут. Значит, скажите, вот у вас там был такой слайд, про соотношение, он назывался бумага, голос и видео. Мы уже видели, что соотношение, например, на предыдущем этапе бумаги и голоса достаточно нетривиально оказалось. Но я имею в виду огромный сюрприз, которым послужило широкое распространение СМС и приятие их публикой для операторов, которые ничего такого не ждали, когда мобильные, так сказать, связь делали. Ну, то есть я к тому, что нетривиально, непонятно. Вот сейчас, я так понимаю, ситуация с видеозвонками, которые старые активно пушатся тоже операторами, она, в общем, такая двусмысленная, мягко говоря. Никто их не делает, попросту говоря. Значит, у вас есть какой-то инсайд, как это будет? И в частности, ожидается ли какой-то прорыв такой все начнут, по вашему мнению, видео сразу, срочно друг другу передавать или какое-то будет застревание или что-то еще. И такой смежный вопрос, да, вот комбинация, которая пытается нащупать все производители контента в виде мультимедийного контента, да, ну, то есть вот сейчас у нас есть механическое соединение, по сути дела, чаще всего, да, бумага и там, вот как мы видели, да, кусочек, кнопочка прослушать, кусочек интервью или там кнопочка показать ролик с Ютьюба, да, это, в общем, ну так, механика, да, просто одно пришли к другому. Какое-то комбо интересное, вот как инсайд с вашей стороны, можно ли услышать? Мы думали на эту тему, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что, смотрите, с точки зрения создания контента, самый простой и базовый элемент это текст. Ну, скажем так, это элемент формализации мысли, который вы с помощью кнопочек, которых уже на самом деле не нужно, потому что вы используете тач на iPad, да, как бы формализуете и сохраняете в виде информации. Следующий, с точки зрения ресурсоемкости, это голос, вы наговариваете информацию. Следующий, вам еще нужно купить видеокамеру, наговорить это, например, на камеру и сделать из этого хороший продукт, и понятно, что это чуть-чуть дороже и чуть-чуть дольше. Это с точки зрения продакшена, соответственно, как бы, ну, всего лишь сложнее, каждый этап чуть-чуть сложнее. Если говорить про потребление этого продукта, то FaceTime, например, да, это, ну, понятно, что технология, которая должна прийти в массы, точно так же, как Skype, предположим, в свое время, и когда у всех, образно говоря, будет четвертый iPhone с двумя камерами, вот тогда частота использования этой технологии будет в разы больше. Всего лишь нужно подождать, пока, ну, будет некий базис технологический для того, чтобы этим пользоваться. Вот, мне кажется, такой ответ. Вопросы еще, комментарии из зала. Ну, как-то даже странно, если честно. Ну, ладно, это на самом деле, на самом деле, под Леонино надо было выделять больший кусок. Ну, в следующем году, я надеюсь, у нас будет чего-то нового вам рассказать. Спасибо. Хорошо, спасибо еще раз. Спасибо. Сейчас будет доклад представителя компании Телефир, даже я бы сказал, генерального директора, да? Ты же у нас генеральный директор? Да. Генерального директора компании Телефир, Андрея Василевского. Я, собственно, при дворе его доклад подумал, что вот то, о чем мы здесь рассказывали, о том, что сначала был текст, потом голос, Андрей делает прямо сейчас, вот на наших глазах, там, неделю назад, или две недели назад, все знают о том, что в Яндекс-картах, например, можно ставить точечку по имени разговорчики в мобильных Яндекс-картах, говорить, как же утомили эти альтернативно одаренные люди, которые опять перекрыли рублевку. Вот. А можно вместо этого, не вместо, а к дополнению к этому поставить приложение Андрея, компания Андрея, который, например, который представляет собой такой сотовый ICB, знаете, что такое ICB, радиостанция, да? То есть вы нажмите кнопку и говорите все это точно так же голосом, а ваши друзья это слушают. На самом деле, это первое приложение, и я вот думаю, что Андрей как-нибудь может в кулуарах поделится, что же испытывал доктор Белл, когда он там снял трубку и первый раз сказал своему помощнику «I need you here, come to me». Вот те самые первые слова, с которых началась еще тогда стационарная телефония. Вот я просто вижу, как люди начинают этим пользоваться, действительно, это очень странно, вот, но это вот переход в голос. Но я думаю, что он будет рассказывать не об этом, я попросил его предоставить некое vision про настоящее и будущее мобильных приложений и сервисов Андрей Василевский. У вас 15 минут. И ответ на вопрос. Леша, спасибо за представление и за рекламу моего сервиса. Мы тут с Лешей обманули друг друга. Он рекламировал меня, а я на самом деле ему пообещал доклад, а на самом деле я бы хотел просто пообщаться вот со всеми и действительно проговорить то, что мы имеем сейчас, как мы до этого дошли, и чуть-чуть заглянуть в будущее. При этом, но те, кто меня знают, они знают, что я давно влюблен именно в приложения мобильные, поэтому про сайты, к сожалению, говорить сейчас не будем. Говорить вообще хочется о трех вещах. Что такое, как себе вообще мы представляем мобильные приложения, то есть что это такое, чего от них ожидать в будущем. Ну и третье на закуску, это, собственно, наверное, ответы на вопросы, как можно создать хороший мобильный сервис, там неважно в виде приложений или чего бы там. Вот, значит, мне кажется, что эра мобильных именно приложений началась где-то в середине первого десятилетия нового 21 века. Была некая прослойка фанатов КПК или уже там коммуникаторов на Windows Mobile. Вот. Не взлетело. Ну, по множеству причин, не взлетело. Дальше появился суперпрерывной аппарат от Sony Ericsson на платформе Symbion. И, на мой взгляд, вот с того момента, с момента появления, собственно, аппарата Sony Ericsson P800 и есть пошел рынок мобильных приложений. Symbion жил очень трудной жизнью и пришел к ситуации с сегодняшнего дня, на мой взгляд, вполне закономерно, но, тем не менее, ему спасибо большое за то, что он был, потому что он подарил нам несчетное количество Symbion смартфонов от компании Nokia, которые мы до сих пор вынуждены поддерживать, ну, в смысле, от самых-самых старых платформ до самых-самых новых. И подарил само ощущение того, что приложение можно искать в каких-то определенных местах. Если кто-то помнит, это был такой интернет-магазин hondango.com. По непонятной для меня причине и по стаси для телефонов этого магазина так и не родилось. Немножко позднее появился аппарат от Apple, который, собственно, окончательно, на мой взгляд, расставил приоритеты на рынке мобильных приложений. Он дал возможность разработчикам правильно продвигать и продавать свои продукты и дал возможность пользователю совершенно простым способом эти приложения устанавливать к себе. Ну, про Android, наверное, примерно то же самое можно сказать. Появился чуть позже и взял какие-то, ну, с точки зрения дистрибуции приложения, взял правильные абсолютно вещи. Почему говорю так долго, так занудно? Потому что на момент сейчас все те выпады, которые применялись к мобильным приложениям, что это непонятно, что это тяжело установить, что тяжело настроить и так далее. Но, наверное, можем считать, что все эти в основном подводные камни остались позади и, в общем, ну вот, можно пользоваться. А вторая вещь, исторически, которая мешала развитию функциональных мобильных приложений, но там старые интернетчики, наверное, давным-давно прослеживают связь между тем, как развивался обычный интернет и как развивается мобильный интернет. По крайней мере, все жалобы, которые были, они были абсолютно типичны, что это там разнообразие платформ. Раньше было разнообразие браузеров, это медленные скорости. Вспомните, там, как мы сидели по модему, вот, это медленные компьютеры, медленные смартфоны и так далее. Я на каждом, по-моему, рифе слышал вот упреки в эту сторону, а на этом рифе этого уже не слышал. То есть уже сейчас, на мой взгляд, достаточно и скорости, и самое главное, то, что раньше было бичом, все говорили, что мобильный интернет – это дорого. Сейчас вроде, слава богу, мы можем сказать, что это недорого. Плавно переходя ко второму пункту, собственно, в какую сторону будет идти развитие мобильных приложений, мобильных сервисов. Мне кажется, что тут есть две составляющие ответа на этот вопрос. Первое. Конечно же, все мобильные сервисы, поскольку они сейчас растут из интернет-сервисов, ну да, будут повторять интернет-сервисы. В свое время не было аудиоконференции в интернете, они появились. Значит, они появятся на мобильном. Не было видео проигрывания видео в интернете, потому что были технические какие-то ограничения, канал, возможно, с компьютеров и так далее. Соответственно, также они появятся на мобильном. Но гораздо более интересная, на мой взгляд, вторая составляющая. Дело в том, что я начиная, наверное, уже год, наверное, всем знакомым езжу по ушам той самой мысли, что реально мобильных сервисов у нас по большому счету почти нет. Потому что когда я говорю мобильный сервис, я говорю, что это не что-то, что выросло из своего большого брата, из интернет-проекта. А вот такой сервис, который появился именно на мобильном, именно для мобильных. И, на мой взгляд, первый сервис, который это был, это, собственно, Форксквер. Вы знаете, да, что-то такое? Конечно, знаете. Собственно, если смотреть в будущее, мне кажется, что основные задачи, которые будут решаться, да, социалка, да, насыщение всеми возможными технологиями, которые только возможны. Но прорыв, о котором так говорят, которого все так ждут, да, ну, казалось бы, ну, вот вроде все есть, чего же не пользоваться. Мне кажется, прорыв настоящий будет ровно в тот момент, когда тот, кто этот сервис придумает, он отложит в сторону компьютер, вот, оставит у себя в руке только мобильный телефон и, учитывая все вот эти технологии, которых он знает, которые можно уже реализовать, именно придумает, что же можно делать только с телефоном, в первую очередь с телефоном. Вот такое мое краткое видение этой ситуации, вот, а сейчас я бы предложил позадавать вопросы мне или друг другу, или я позадаю их вам. Можно я позадаю тебе вопрос? Вот скажи, пожалуйста, вот конструкция, которую ты сейчас строишь, да, Telefir, это на самом деле попытка переложить голос из телефона вот, ну, в интернет-приложение, правильно или нет? В социальную сеть. Сделать социальную сеть, базирующуюся на голосе, на голосовую информацию. Да. Ты думаешь, что… сейчас я пытаюсь просто сформулировать, ну, если совсем вкратце, оно пойдет? Я думаю, конечно, что оно пойдет, потому что иначе я бы этим не занимался. У меня на самом деле ставка на две вещи. Первое, что голос – это все-таки достаточно удобный интерфейс, ну, потому что телефон вообще был создан для того, чтобы в него говорили. Ну, хорошо, а почему не пошло тогда радио? Ну, вот CB, то самое. Ну, у кого в машине есть рация? Ну, вот та самая CB для дальнобойщиков. О, один. Я хотел купить, но не купил. Почему оно не пошло? Почему твое пойдет, а это не пошло? Потому что, да, я вот, например, достаточно продвинутый в техническом плане человек, но убей меня, Бог. CB не осилил? Не осилил я, да, как вот его… Не то, что это… Понятно, то есть, с твоей точки зрения, драйвером является простота? Доступность, конечно. Доступность. Ты же понимаешь, это нужно купить коробку, куда-то ее проинсталлировать в машине, подключить проводами, просверлить дырку в крыше, чтобы антенна была. Понятно, никто этого не делает. Понятно, хорошо, а что является стопперами? Сейчас, подожди, Егор. Стопперами что является? Что драйвером, я понял. А что является стоппером для голосовых приложений на мобильном? Ты знаешь, будешь смеяться, но, наверное, то же самое, что голос – это замечательный интерфейс, но у человека всегда есть некий барьер перед тем, как… Понятно. Можно я спрошу? Вот мы здесь беседуем, а вообще, кто вообще пробовал установить эту штуку? Ку-куц, подними руку. Так, понятно. Коллеги, кто согласен, что стоппер – это сложность? А кто согласен, что стоппер – это время жизни батарейки? Вот. У тебя не кажется, что проблема в технологиях? Ну, вот был бы здесь представитель, наверное, вендоров, конечно, бы все закричали, что вот если бы у нас была бы технология клевых батареек, мы бы сделали сейчас телефоны на порядок лучше. Ну, как, не знаю, могу пропагандировать зарядные устройства в автомобиль. Первый пользователь – это автомобилисты. Понятно. Первый пользователь – это автомобилисты, и пропагандируешь зарядные устройства. Хорошо. Еще вопрос такой, а на карту ты это класть собираешься? Вот сейчас оно на карте не положено, твое приложение. Я на карту класть не собираюсь, но я собираюсь размещать реплики пользователей на карте. А, ну, реплика, понятно. Размещать реплики пользователей на карте. Нет, потому что это, на мой взгляд, совершенно удачное дополнение, потому что у меня иногда действительно происходят некоторые непонятки в том, что конкретно означает какой цвет на карте. всегда бывает важно уточнить, красный – это мы стоим совсем-совсем стоим, или красный – это мы ползем, и, в принципе, полчаса можно потратить на то, чтобы там пробраться. Об этом можно спросить и услышать ответ. Понятно, спасибо, но вот я, на самом деле, еще хотел бы с тобой поспорить, если угодно. Егор, я тебя вижу, честное слово. Я хотел с тобой поспорить. То есть в тот момент, когда ты говоришь, что 20% людей… Извини, не так. В тот момент, когда ты говоришь о том, что правильный сервис – это тот, которым можно пользоваться только мобильным телефоном, не подходя к компьютеру, айпэдику или другому устройству, и только такой сервис правильно имеет право на жизнь. Я тебя так понял. Нет? Нет. Я хотел сказать, что что-то прорывное, чего мы все ждем, на мой взгляд, появится ровно в тот момент, когда люди сервис будут придумывать именно для мобильного. В первую очередь для мобильного. Леш, ну это же как в интернете. Там же самыми большими стали не СМИ, которые копируют оффлайн, а то, что не существовало. Да, понял. Хорошо, там два… Егор хотел, да? Я на самом деле в поддержку. Я считаю, что эта идея очень большое будущее, и есть прекрасные примеры. Например, сервис, который существует только на мобильном телефоне – Инстаграм. Это фактически такой фото-твиттер, где вы можете ничего не писать, а просто фотографировать и публиковать свои фотографии. У вас есть лента друзей и так далее. Просто не всегда есть возможность и желание, и умение что-то написать правильно и интересное. Сфотографировать гораздо проще, тем более там есть фильтры для разукрашивания своих фотографий и так далее. Я думаю, что то же самое будет и с голосом. Если вы сделаете хороший сервис, соответственно, с простыми возможностями, но правильным набором, я думаю, что это очень хорошо должно пойти. Потому что появится что-то типа таких мобильных… забыл это слово, как в iTunes называют подкастов, где люди будут подписываться конкретно на конкретных людей, на их стиль общения, там, не знаю, говор, какие-то анекдоты, там еще что-то. Андрей, мой вопрос. Третьяков Георгий. Я немножко тоже о будущем хочу порассуждать. Я просто считаю, что вот аналог айфона – это вот будущий наш компьютер, который мы имеем дома. И единственное удобство – это размер экрана. То есть, если нам нужен большой экран, мы будем приходить в какую-то точку, там, либо в машину, либо в офис и просто подсоединять там по HDMI или по какому-то другому коннекту наше мобильное устройство с большим экраном и подсоединять туда, может быть, клавиатуру. Я думаю, как только вот это произойдет, тогда вот будет на самом деле самый прорывной взрыв. Intel Wireless Display есть технология уже с прошлого лета, эта технология уже существует на самом деле. И я хотел бы сказать, что мне очень нравится, я не знаю, они реализовали или нет, но, по крайней мере, концепт от компании Motorola, когда они предлагают док, собственно, а монитор и клавиатура и такой паз, куда вставляешь свой смартфон. Причем самое смешное, что смартфон понимает, когда он в этом самом экране или нет. И поэтому, например, браузер у вас просто в смартфоне запускается мобильный, а когда телефон понимает, что он в экране, он там запускает стандартный Firefox, то есть технология уже настолько позволяет. – Очень короткий вопрос от пользователей интернет, которые сейчас смотрят онлайн-трансляцию. Они очень просят повторить название сервиса SV Radio. – Сервис называется Telefir, располагается он, соответственно, по адресу telefir.ru. Честное слово, не хотел пользоваться такой возможностью, но спасибо за предоставленное. – Так, я вижу вопрос Якубова. Сейчас иду к вам. – Такой полу-технологический вопрос. Вот то, что мы сейчас наблюдаем… Значит, веб во многом развивался и выехал и приобрел такую популярность за счет существования URL. За счет того, что разные браузеры из разных мест позволяли открывать один и тот же ресурс, имеют только адрес. То, что мы сейчас наблюдаем и о чем Тим Бернерсли в энциклике, так сказать, выпущенной для нас говорил, значит, это булканизация, то есть разделение на такие отдельные маркеты, приложеница, которые все скачиваются, устанавливаются и которые друг с другом никак не взаимодействуют. Значит, каждый журнал и журнальчик норовит. Что вы думаете о перспективах? Будет ли обратный свинг, так сказать, от applications в сторону некого единого пространства с едиными урлами или так все разбегутся по углам? Спасибо. Я не думаю, что будут именно урлы. Я за это, конечно, не поручусь. Но уже сейчас есть тенденция связывания неких приложений. Но из одного приложения вызывается другое. Я точно знаю, так делает компания Яндекс. И, скорее всего, в других крупных компаниях, если они выпускают разные продукты в своих отдельных приложениях… Это сундучок имени Яндекса. Речь идет о другом. А вот, предположим, почему с карт я не могу отправить твиттер? Я понимаю, что ты за Яндекс не отвечаешь. Но вот, тем не менее, каким образом? В андроиде сейчас это реализовано и реализовано на уровне платформы. Ты можешь твит отправить в другую программу, например. И эта программа твой твит соберет и что-то с ним сделает. Это может быть твиттер-клиент, либо это может быть почтовый клиент. Но речь идет о том, что это должно быть поддержано разработчиками. Да, это поддержано. На айфоне тоже подобные вещи есть. Нет, не разработчиками платформы, а разработчиками программы. Да. Но эта функция называется вообще share. Поделиться или send to. Send to. Правильно. Пока я не встроил send to в сундучок Яндекса, это не работает. Да. Вот, если Яндекс не встроил этот send to, то это не работает. Правильно. Вот вопрос Михаила, насколько я понимаю, он был ровно о том, что сейчас картинка ровно такая, что сначала платформа, а потом и разработчики под эти платформы. Ну, хорошо, не будем говорить про Яндекс, возьмем, я не знаю, Апорт. Хороший пример, компания Апорт, которая давно. Вот она может не делать этого и оставаться в своем вот этом балканизированном загончике. Вот что с этим-то делать? В интернете был инфаркт, если ты помнишь, Леша. Так, подожди, это представитель Яндекса? Нет, я просто как представитель того, что тенденция к некой балканизации веба в свое время была. АОЛ называлась в Америке. Да, я понимаю, она не живет. Там не зажила, посмотрим, как здесь. Но пока разговор вот первый, собственно, Андрюша сказал, что вот урок веба, урок интернета, что вот в какой-то момент выстреливает то, чего не было до этого. Это правда там электронная почта, поиск, соцсети, чего не было в оффлайне. Теперь вот Куб говорит, что а как же насчет балканизации? Ну, балканизация веба, в общем, не очень удалась. Были попытки, она провалилась. Ну, понятно. То есть ты хочешь сказать, что, так сказать, вот та самая энциклика – это некая паника. Предупреждение, что, ребят, кажется, мы идем второй раз по известным граблям. Безусловно. Я бы единственное, что добавил, что, ну, как на компьютере до сих пор не смешиваются, да, интернет и аппликейшнс. То есть, несмотря на то, что все больше и больше вещей мы делаем в браузере, приложения совсем, в общем-то, они не померли, да. А мы видели и на компьютере, там, пример интеграции, там, не знаю, панели CQ можно было встроить в Outlook, да, и отправлять ASCII зачем-то из Outlook. Не приживался. Да, поэтому на телефоне, на самом деле, мне кажется, на мобильном устройстве, поскольку места мало, возможностей интеграции гораздо больше. И если будет нормальная бизнес-модель для интеграции разных сервисов, то, я думаю, проникновение будет, взаимное проникновение будет, конечно же, гораздо больше. Ну, вот, то есть, я не знаю, если бы я, там, выпустил голосовой чат для компьютера, я бы сильно болтался, например, с Яндексом дружить бы нам или не дружить со своей стороны, потому что я могу там получить как-то аудиторию другими разными путями. А на мобильном поле, когда по большому счету нельзя окна разместить рядом, а выбор или-или, я с удовольствием подружусь с любым крупным. Ну да, на самом деле, Андрей, если я, опять же, правильно услышал, ключевое слово – бизнес-модели. Поэтому, если владельцы сервисов, владельцы тех самых сундучков продумают бизнес-модели, то, может быть, ну, то эта балканизация рассосется быстрее. И те, кто будут упорствовать и держать крышечку сундучка изнутри, вот те там так и задохнутся. Мне кажется, что да, хотя, ну, вот так… Понятно, что все мы визионерствуем помаленьку. У меня маленький комментарий по поводу других сервисов. Вот это, мне кажется, вопрос API. Наличие API для разработчиков, которые могут использовать. Банальная проблема. Если вы хотите создать актуальное приложение картографическое, связанное с картами геосервис, какое-то для России, да, есть Google карта, есть Яндекс. В iPhone, в Android я не могу нормально взять карту Яндекса через API и использовать все его сервисы. Только Google. Ну, есть там какие-то средства, да, можно с Яндексом договариваться. Паша, насколько я понимаю, пока не можешь. Пока не можешь, и это можно будет, да. И вот со временем, то есть веб сейчас, веб большой, да, он начинает быть слабосвязанным, когда интерфейсы, все отдают интерфейсы, это API, я могу построить на сервисах, да, разный продукт. И в мобайле будет то же самое, но будет со временем, и мы просто к этому идем. Понятно. А вот еще может быть вопрос, который я спровоцирую. А роль операторов во всем этом какая? А представители операторов есть в зале? Да, ты знаешь, я видел парочку. Не-не-не-не, я про операторов тех, которые другие. Вот связи. Да, связи. Как и роль провайдеров? Есть провайдеры, да? Да, провайдеров найдется. Вот мне хочется докладчика услышать. Ты как видишь роль оператора? Я пытаюсь… Слова найти. Да. Нет, на самом деле есть общая тенденция операторов связи, и они это не скрывают, и не грех ее повторить, что они говорят, мы не хотим просто быть вот каналом, мы не хотим быть просто… Мы не хотим быть глупой трубой. Это да, вот, ну чего уж там. Я, к сожалению, вижу не очень много примеров иного использования операторов связи. Простите, пожалуйста, вот если кого-то обидел. А ты можешь примеры привести? Но, действительно, я сейчас не могу назвать операторов связи только трубой, потому что они, по крайней мере, мне помогают в дистрибуции сервисов. Андрюш, тебя не было на первом дне рифа, когда… Понял. А вот провайдеры, традиционные канальные провайдеры, по которым все данные передаются, пели песню, известную еще 10 лет назад по поводу того, что они, вообще-то говоря, не труба… То есть все еще? Ага, это был… Такое дежавю было. Да, такое дежавю было очень страшное для тех, кто… Для тех, кто понимает, да, кто 10 лет в бизнесе. Ну, то есть, но примеров так сходу не приведешь, когда они не глупая труба. Не, почему? Я тебе говорю, дистрибуция. А, дистрибуция. То есть, на мой взгляд, я так говорю, буквально секунду. На мой взгляд, бесполезно бодаться с операторами там о каком-то, ну не знаю, снижении цены трафика, еще чего-то. Ну, я имею в виду для мелких. То, что там удается крупнякам, то не всегда удается там… Вот. Мне кажется, трафик он уже сейчас вполне себе доступный, а дальнейшая тенденция его там уминания и уминания. Вот. А договариваться о продвижении… Ну, мой опыт показывает, что аудитория именно у операторов сотовой связи, она есть. Аудитория не смыслит те люди, которые звонят и подключены к сети, а именно… Слава богу, что у этих есть. Если говорить об операторах, пример живой – это МТС Store, которые ввели свой магазин на Андроиде и активно его продвигают не только в России, но и вся вот эта тусовка операторов. Там Vodafone, да, и так далее. А другие операторы тоже кое-что готовят, просто, как вы знаете, это все долго и неповоротливо, поэтому в ближайшее время, я уверена, вы увидите интересные продукты от остальных. Но МТС вообще же переходит, на мой взгляд, на европейскую такую модель, это сейчас действительно не просто оператор связи, но и они начинают там телефонами своими торговать. Ну, да, но это на самом деле галочка в той колоночке, где дистрибуция называется, да, там дистрибуция и железок, и софта. Понятно, и это мы видим как роль операторов. Еще вопросы, мысли… О! Ты ближе, не, я бегать не буду. Тут прозвучала мысль о том, что пока очень мало сервисов, чисто мобильных, которых не было, да, поэтому вот я хотел бы услышать по поводу QR-кодов, штрих-кодов, вот распознавания. До мобильных, в общем, этого было немного, да, поэтому вот какие ваши прогнозы, куда это пойдет и где это будет наиболее использоваться? У меня в голове, честно говоря, пропала цифра, когда они только появились. Кто-нибудь может напомнить? По ощущениям года три, наверное. Да. Не, ну слушай, Андрюш, там напрягаться надо, но есть же NFC, есть RFID-метки, то есть там есть гораздо менее напряженные… Я просто про QR-коды говорю, но хотел бы сказать, что мне кажется, три года достаточно срок для технологии, чтобы она… Я не жду от QR-кодов ничего прорывного, хотя казалось, штука удобная. Но проблема в том, например, сейчас их много, этих QR-кодов, очень много информации дается через него. Я буквально там на днях купил очень современный смартфон Sony Ericsson Arc. Вот если бы там было приложение считывания QR-кодов, я бы этим пользовался. Когда я вижу QR-код, у меня нет времени, чтобы пойти в маркет, скачать, я не понимаю зачем, потому что эту информацию в QR-коде я получу как-нибудь еще. Да, но это вот, собственно, мое тут могучее плюс один, потому что разработчики там микросхем для телефонов и для камер, ну могли бы найти там сколько нужно килограмм, миллиметров кремния, микрометров кремния, чтобы вставить туда аппаратный считыватель и предоставить удобное API. За три года никто не удосужился. Наверное, вот это главный стоппер в моем ощущении тоже. У тебя сзади Рожковский. Насчет QR-кодов, маленький комментарий, вообще существует достаточно давно, как только появился, как бы, ну, фотоаппарат появился в телефонах, собственно, это определило возникновение QR-кода, и там одно из требований по считыванию, что низкое разрешение камеры, вот, ну, собственно, кодирование, да? Да. На самом деле в Японии пять лет активно используется, почему? Потому что в Японии весь мир контролируется операторами полностью, и операторы договорились сейчас формата и встроили считывание QR-кода прямо в приложение, которое фотографируют. То есть даже ничего не надо специально запускать, просто запускаешь фотоаппарат, и все. Но японский рынок мобильного – это вообще совершенно другая история. Нет, просто потому что в Европе и вот в нашей стране, ну, в нашей, есть, как всегда, конкуренция здоровая, которая мешает развитию этого отличного технологического средства. Понятно. А вот интересно, вот хоть в одном смартфоне МТС это встроено? Кто-нибудь видел смартфон МТС? Понятно. Который напоминает iPhone 4 по своему. Понятно, ну да. Я тоже видел. Я, нет, я не видел. Хорошо, понял. Вопросы, насколько я понимаю, исчерпались. Спасибо большое, Андрюш. Спасибо. Спасибо. Так, у нас… Паша, ты. Следующий разговор у нас, опять же, про приложение, насколько я правильно помню. Приложение, но я постараюсь выйти за рамки приложения. Хорошо, Павел, у вас 15 минут. Павел Башмаков, руководитель компании StandFi. Спасибо, Алексей, за представление. Поставьте, пожалуйста, Башмаков презентацию. Нет, это не Башмаков, другую. Выше, выше. Да. Спасибо большое. Компания занимается разработкой мобильных приложений. Наши основные платформы iPhone, Android, iPad. Мы не смотрим на Symbian, мы не смотрим на Nokia, Samsung, потому что мы считаем, что это уже прошлое все, тем более после того, как Nokia оттуда ушла. Спасибо большое. Поэтому мы идем в будущее. И отсюда же я смотрю на то, как этот рынок будет применять эти технологии, где будет пользователь и что мы будем делать. Начнем с того, что вы и так все знаете, трансмедиа. Все больше появляется экранов. Три экрана плюс планшет, четыре экрана. Кто-то это называет трансмедиа, кто-то перечеркивает. Но идея в том, что есть connected devices, которые с нами и которые могут менять наше поведение и влиять вообще на нашу жизнь. Примеры того, что вышло из мобайла и пришло в большой веб. Может быть не все знают, но Twitter со своими статус апдейтами, вообще такое понятие, как статус апдейт, это технология, это механика, она появилась в мобайле. Это было SMS, это пришло в Twitter, Twitter стал популярен, это пришло в Facebook, это пришло в ВКонтакте и так далее. Теперь это есть у всех. Обнови свой статус и скажи друзьям, чем ты занимаешься. Но эта технология пришла с мобайла. Чекины. То, что делает Foursquare, это тоже пришло с мобайла. И чекины без мобайла, без мобильного составляющего, они как бы недееспособны. Сейчас чекины есть, после того, как они появились в Foursquare, они появились, все мы знаем, у Facebook, они появились как в Google Places и в Yelp и так далее. Более того, идея чекинов распространилась на то, что мы чекинемся теперь, ну не мы, наверное, американцы, не, наверное, точно американцы чекинятся в телепередачах и общаются во время просмотра телепередачи на соответствующих сервисах. Вообще глобальное общение с потребителем происходит каким образом? Все мы привыкли к масс-маркетингу, это телевизор, ну давно, да, еще привыкли. Так повелось, что мы должны всю информацию завесить, заспамить и мы так будем общаться. Вот объявление по делу, деловой мир, например, меня очень, ну как бы тут уже, так, достали, достали, это масс-маркетинг, но хочется более утонченного взаимодействия и это утонченное взаимодействие сейчас мы видим в social, все, что там на параллельной секции SMM рассказывает, когда one-to-one communication, мы уже знаем нашего пользователя, мы ему конкретно адресуем сообщения. И mobile, это тоже тот канал, который может адресовать максимально точно потребителю то, что мы хотим донести. И Гартнер говорит о том, что все, к тому же 2015 году мы будем 80% всех сообщений вообще о том, что мы продаем и о наших услугах говорить именно по таргетированному, как бы one-to-one communication. Основа этого всего, это все вот как раз не масса, а вовлечение. Мы должны вовлечь пользователя в нашу коммуникацию, какую-то механику и что-то ему сказать. Давайте посмотрим на контекст. Вот был контекст, была реклама. Когда-то он появился, что он сделал? Он увеличил внимание пользователя. И, скажем так, когда мы дали возможность, мы начали показывать рекламу на странице, и эта реклама коррелирует с той страницей и информацией, которую видит пользователь. Это прорыв. Мы пользователя уже поместили в контекст, или точнее рекламу поместили в контекст пользователя, и эта реклама более актуальна, более интересна. На этом построили очень большие бизнесы Google и Яндекс. Все мы об этом знаем. И вот мобайл вносит с всем геолокацией, с месторасположением новые контексты. Я говорю о том, что этот контекст расширяется. Первое расширение – это местоположение, геолокация, где аптека, где магазин, где еще что-то. Второй контекст, который – это больше indoor navigation и предметы рядом. QR-код, пополни Яндекс.Кошелек на 10. QR-код, который дает информацию, например, о туристическом объекте, либо все технологии augmented reality сюда попадают. Это то, что непосредственно рядом, именно как предметное взаимодействие. И третья часть – это социальное окружение. Когда есть люди, эти люди connected, и эти люди на каком-то расстоянии от меня. Здесь очень много идет сейчас реализации. Например, Color, то как раз опять же мобильный сервис и технология, мобильный сервис, который только в мобильном существует. Когда мы вместе фотографируем какое-то событие, эта фотография привязывается к этой точке в этом месте. Если я отсюда иду, все, я уже их не вижу, я не могу взаимодействовать с этими фотографиями, именно как дополнять их и работать. Они остаются в истории, но все взаимодействие только возможно вместе. И возможно с людьми. И это все, тут же чекины, тут же купоны, это все приводит к так называемому food traffic. Мы уже скоро перейдем к эре, когда мы не трафик интернета продаем, а мы продаем трафик именно людской. Что это значит? Ведь все купоны, Groupon, что он делает? Groupon на самом деле услуги продает, и value самое большое для бизнеса, именно тем, что он приводит человека в место потребления. И он ту услугу, которая основная, он продает очень дешево. Но зарабатывает, ну не Groupon, а место, которое согласилось участвовать в этой акции. Весь заработок идет на дополнительных сервисах и на том, что потребитель начинает узнавать и знает о том, что вы есть, и как у вас все происходит, и насколько услуга ему подходит. То есть food traffic – это новое измерение, которым мы скоро будем меряться. И из таких вот кейсов, которые по вовлечению пользователей через мобайл и через взаимодействие, тут несколько кейсов. Blue Brain в National Mall в Нью-Йорке. Blue Brain – это группа, музыкальная бэнд, и выпускает приложение, выпускает, точнее, свой альбом в виде мобильного приложения. И пользователь может его слушать в National Mall, перемещаясь по National Mall. И в то время, как он идет из одного зала в другой, проходит по коридору, музыка меняет свою тональность, меняет ритм, и тем самым получаются новые и новые мелодии, новые краски. Что получает National Mall? National Mall от этой компании получает трафик, food traffic получает потребителей к себе. Blue Brain получает вовлечение пользователей и, соответственно, очень большой пиар-эффект. Google когда-то, вроде бы как совсем недавно, я не помню точно, полгода, наверное, провел эксперимент на основе своего сервиса Google Goggles. Это сервис, когда вы наводите на Эйфелеву башню, через камеру фотографируете его, и Google говорит, вы стоите перед Эйфелевой башней, вот вам дополнительная информация по Эйфелевой башне. Так вот, Google расширил, применил эту идею именно к рекламе, к рекламе оффлайновой, которую пользователь может видеть. Это постер, либо это наружная реклама. Я могу сфотографировать, например, рекламу того же там BMW, щит рекламный, и увидеть фотогалерею, увидеть специальный сайт, либо там видео соответствующее. Если я фотографирую постер фильма, я вижу сразу трейлер. Ну, поскольку я из Киева, то пример взаимодействия с локальным окружением привожу на нашей небольшой конференции iForum, которую посетило 3-3,5 тысячи человек. Яндекс тоже проводил акцию, когда разместил QR-коды, попрятал их и сказал, что вот считывайте QR-коды и получайте призы. Один QR-код активировался только один раз. И за время, за мероприятие, мероприятие длилось один день, 3 тысячи человек, полторы тысячи считываний QR-кодов эта акция получила. Более сотни призов раздали. Соответственно, что можно сказать? Можно сказать то, что QR-коды используются, и люди на самом деле умеют их считывать. Да, тяжело, что это нет в камеры, да, тяжело, что это надо что-то донлодить, но тут что надо сделать? Надо вовлечь пользователя, надо показать ему, что это интересно, и таким образом оно продвигается и расширяется. В будущем, я думаю, мы получим сканеры непосредственно в камере. Рекламные компании другие интегрированные, когда интегрируются оффлайн, интегрируются онлайн, интегрируются мобайл, и все это вместе играет под какую-то, да, на один образ. Кельвин Кляйн размещал щиты с QR-кодами, размещал постеры, которые считывались через специальное приложение и методом augmented reality, это дополненная реальность, и мы могли видеть там, ну там, у них была механика, это такой трехмерный кубик, на грани из которого какое-то разные видео, и эти видео были, скажем так, ну какой-то некого эротического характера, да, и вот они говорили get uncensored, ну как бы посмотри то, что скрыто. Это все вовлекает пользователя, это все эксперименты, нельзя говорить о каких-то супер успешных масштабах, потому что, ну вот, эта конкретно компания стартовала только с апреля, начало апреля. Результаты, понятно, пока не знаем. Мобайл, который такой уже побольше, да, это, например, появляются конструкторы, конструкторы одежды, когда мы можем, вот Puma Creative Factory сложить кроссовок, который мы себе хотим, 39 деталей заменяются, они могут меняться, это все специальный стенд, все элементы материалов я вижу и сразу же могу заказать в магазине ту модель, которую я сделал, и через 6 недель мне ее доставят. Очень интересный вот кейс по взаимодействию и вовлечению пользователей в Стокгольме для мини был проведен. Идея заключается в том, возьми виртуальную машину к себе и удержи ее у себя на протяжении недели, ты получишь ее, ну тебе ее отдадут, эту машину. В чем заключается идея? Чтобы удержать, тебе надо спрятаться от других участников, которые могут нарастать, приблизившись к тебе на расстоянии 50 футов, забрать ее также виртуально, просто через телефон, о, ты рядом, раз, забрать. Все, забрали у тебя машину, поэтому тебе надо бегать, там есть очень классное видео, я его, к сожалению, не могу показать, но то есть так, ты, о, мини взял, елки, за мной гонятся, ты на карте тут же видишь эти, видишь enemies своих врагов, и ты должен от них укрыться, ты можешь в лес поехать, можешь еще куда-то, но все это видят, где ты, и они за тобой едут. В итоге это получается город живет своей жизнью, это очень интересный кейс, и, к сожалению, результатов я не нашел. Сколько мини разыграли? Не знаю, не нашел, не нашел. Надо больше исследовать. Не относится? А, ну ты же оттуда. Победил кто-то, кто взял мини в районе, что ты взял. Цена контакта. Дорогая цена контакта все равно? Цена контакта дорогая, но вот вы теперь знаете про мини, да? Я думаю, не только в этой аудитории об этом говорились. И тот кейс, который, например, мы делали, это тоже QR-коды. Есть прайс-агрегатор, ну Яндекс.Маркет, конкурент Яндекс.Маркета на украинском рынке, у которого есть каталог товаров, у которого есть предложение. И идея состояла в том, что дать пользователю возможность в месте приобретения, при покупке товара, сразу определить наилучшую цену, выгодную цену, и узнать о товаре, узнать, где купить, как купить. Это раз, основной юзкейс. И второй юзкейс. Первый юзкейс должен привести к тому, что пользователи перейдут к, ну там все мы знаем, что оплата происходит по прайс-строке, платятся за кликово. Если я кликаю узнать информацию в магазине, то магазин получает за это деньги. То будущее этого всего – это click-to-call. Когда я буду смотреть в магазине или еще где-то видеть рекламу товара, я сразу делаю search и click-to-call, звоню, то есть в магазин и заказываю его. Вот эта транзакция, вот это действие, оно будет билиться, и отсюда будут считываться деньги. Но что здесь интересно в этой компании? У Hotline, это Hotline принадлежит ITC Publishing, издательский дом, и у них есть журнал «Домашний компьютер», самый домашний ПК. Очень популярный журнал в Украине. Они пишут там, понятно, на компьютерную тематику. Очень много обзоров, упоминаний товаров. Теперь каждый товар сопровождается QR-кодом, который можно считать с приложения и сразу открывается страница этого товара. Соответственно, я увидел новый обзор жесткого диска, считал, окей, я его вижу. Тут я сразу же его могу купить, заказать и сделать монетизацию для магазина и увеличить трафик, ну и вообще покупку в интернет-магазинах. Тут же, кроме принта, взаимодействует Outdoor через QR-код, который в Outdoor, и там в будущем будут такие механики, как на QR-код не просто товар, а QR-код – это специальная акция, QR-код – это совместные рекламные компании с брендом и так далее. Если нет приложения, пользователь считывает с Nokia, Sony Ericsson и так далее, то мы попадаем на мобильную страничку сайта, которая оптимизирована для мобильных девайсов. И это только проба. Более 12 тысяч установок iPhone Android, но там, понятно, долгосрочная перспектива. Смотрим, наблюдаем, как это все идет. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Так, коллеги, вопросы, да, вижу одну руку. Давайте вот сначала, вот здесь ближе просто. Павел, приветствую. А вот те QR-коды, которые вы размещали в журнале, у вас есть статистика? Сколько было переходов? Я могу сейчас сказать, там порядка 70 скачиваний QR-кодов в день. Но вышло только два журнала, чтобы вы понимали, два журнала, он там раз в две недели или в неделю, я не помню, сколько выходит. Вот сейчас это так. Александр Белаликов, компания Diogenes. Вот там прозвучала такая цифра. 80% покупок в 2015 году будут совершаться методом one-to-one. Можете вы подробнее развить этот тезис и как это связано с вашим докладом? Я что-то не очень понял. Тезис замечательный, прогноз хороший. Ну это Гартнер, да. Я могу объяснить, насколько я его понимаю, все это взаимодействие. То есть мы, когда бренд, например, общается с аудиторией, он может общаться масс-коммуникейшн, сделали рекламу по телеку и все. Нам не важно, что думает пользователь, как он думает. Сейчас мы живем в эре, когда у бренда есть фан-пейдж в Facebook. Сейчас мы в SMM перейдем. Есть фан-пейдж, и эти фан-пейджи собирают такую валюту, как лайки. Эти лайки еще… Фан-пейджи имеют еще комментарии, и фан-пейджи взаимодействуют с аудиторией очень активно. И сейчас происходит, что если пользователю что-то не понравилось, то он может эту фан-пейджу закомментить, зафлудить, и, соответственно, бренд теряет… То есть это очень… Давайте… Я просто не хочу переходить в ту область, потому что я на самом деле SMM не очень занимаюсь. И… Но то же самое происходит с мобильным. То есть на самом деле… То же самое, да. Речь идет о том, что по прогнозу Гартнера в ближайшие 3-4 года атмосфера маркетинговых коммуникаций вокруг нас изменится таким образом, что решение о покупке, о использовании услуги будет приниматься не на основе того, что мы включили и увидели ролик на НТВ, а на основе того, что мы увидели что-то в своем мобильном, увидели что-то на своей странице Facebook, увидели что-то там в Твиттере и так далее. И вот на это, по мнению Гартнера, будет завязано 80% маркетинговых коммуникаций. На самом деле, конечно, тезис спорный, ну, там, по многим причинам. Но, с другой стороны, понятно, что вот эти новые коммуникации, с моей точки зрения, отъедят существенный кусок пирога. Проблема просто в том, что, как я это вижу, к сожалению, эти новые медиа представляют собой не такой ухоженный огород, на которых бы росли быстрые, ну, то есть кидаешь туда семечки и вырастает хорошее средство коммуникации с потребителем, там, хороший таргетинг и так далее. А представляет собой довольно такую скальную почву из больших валунов операторов, например. Это да. Рядом такое, что-то такое болотистое, это такие смс-спамеры, которые вот, то есть это вот не грядочка отнюдь. Рядом там какая-то вот гернина QR-кодов, которые вот тот же Паша очень аккуратно пашет, значит, заставляя всех ставить эти приложения и так далее. И вот, а хотелось бы, конечно, всем маркетологам, хотелось бы, чтобы это была аккуратная грядочка, туда семена своего продукта посеял и выросли центры притяжения внимания потребителей. Основной посыл, вкратце, это когда мы взаимодействуем с пользователем, мы знаем, кто перед нами и мы знаем, что мы всегда готовы ответить на его вопрос через канал коммуникации, будь то там приложение, будь то фан-пейджа и так далее. Добрый день. Светлана Берия-Русна. На самом деле у меня, наверное, вообще ко всем, если это корректно, вопрос. Очень здорово вообще вот все кейсы, все приложения и вообще все тренды, о которых мы тут говорим. Но если вернуться к той статистике, которая открывала эту сессию, то у нас очень маленькое количество вообще в принципе людей, которые в это все вовлечены. И хорошо тем брендам, которые оцифрованы, по сути, у которых аудитория оцифрована, вопрос, что делать брендам, у которых аудитория более оффлайновая, стоит ли за нее бороться ее тащить, вот скажем так, в те же мобильные приложения, или все-таки немножечко сильно себя в это не вовлекать. Я, можно я скажу первое. Я считаю, что если потребитель какого-то бренда, например… КОНЕЦ КОНЕЦ